Увлечение японской живописью привело Анастасию Банчеву в бескрайний мир искусства. Сейчас художница работает в разных техниках. Это суйбокуга, живопись тушью, акварель и масло. Идея данной выставки была давно и в 2023 году воплотилась в жизнь. Теперь этот проект постоянно обновляется. Да, вот новая выставка проходит в Дмитриевской Центральной библиотеке. Она называется «На два уха и хвост». И тема эта такая, в общем-то, как оказалась, бесконечная. Можно к ней подходить, дополнять, что-то изменять, но снова возвращаться. Потому что эти самые существа, у которых два уха и хвост, они нас окружают и они нас радуют. И поэтому хочется, конечно, быть рядом с ними и быть в этой атмосфере, в этой среде. Если, во всяком случае, не какое-то прям настоящее, мягкое ухо трепать, то хотя бы на него посмотреть на картинах. В основном выставка посвящена, конечно же, кошкам, грациозным, красивым созданиям. Все персонажи художницы со своим настроением и характером красивые и удивительные. Выставка включает, исходя из названия, портреты животных разных видов, типов настроения, но тех, которые выражают те или иные эмоции. И поэтому, конечно, хочется вместе с ними радоваться, переживать, удивляться, улыбаться. И, собственно, на это направлена эта выставка. На получение эмоций от контакта, от близости с этими животными, даже пусть виртуальной. Выставка действительно уникальная, где еще можно встретить такое количество усов и хвостов. К тому же, все работы настолько разные, что каждый здесь найдет что-то свое. Большая часть работ выполнена тушью, потому что, как оказалось, это моя любимая техника. Тушь на рисовой бумаге, она, с одной стороны, кажется монохромной и достаточно лаконичной, но, с другой стороны, как оказывается, можно все-таки передать разные эмоции, разные окраски этих эмоций. Поэтому бывает, что туши достаточно, на мой взгляд. Хотя есть и другие работы, выполненные маслом и акварелью. И вот это тоже новые, может быть, подходы, новые работы. Сейчас уже получила, так скажем, идеи, предложения по выполнению новых портретов животных, как раз вот в этих новых техниках. На выставке представлено более 30 работ, выполненных в разных техниках. И на этих работах, возможно, изображена ваша кошка Мурка или любимый пёс Шарик. Многие знакомые присылают свои фотографии. Я очень этому рада, потому что действительно хочется поймать эти эмоции и их запечатлеть. И то, что многие люди после посещения выставки стараются обращать больше внимания как раз на своих близких, братьев, меньших, и ловить их эмоции – это очень здорово. Выставка Анастасии Банчевой будет работать до конца октября. Так что не упустите возможность и обязательно всей семьёй посетить эту добрую и пушистую экспозицию в Дмитровской центральной библиотеке. Вход свободный.